Боже, милостив, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастливый согрешил Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть, а кого истину блажите тебе Богородицу, пресноблаженную, пренепороченную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Хервим и славнейшую воистину, Серафим, безысление Бога, Слово Рожешую Исущую. Богородицу тебя мельчаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресая смерть, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причисти Твоей, Матери, силы честного житворящего Христа, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй, и спаси нас, яко благослови, и человека любит самим. Земной подлом бескресного знамени этой молитвы. Божьей милостью, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Немного о молитве. Роль молитвы, кажется, в православии, то уж должна бы известно быть. По той причине, что больше другого-то ничего не знают. Слово Божие в руках не держат. Главное, храм, храм, храм. Везде строить храмы. Это всегда было с первого дня. Когда начинаешь говорить, а для чего молитва-то? В рай попасть. Чтоб было хорошо. То есть хорошо так, как надо нам. Вот человек, который никуда не ходит, кроме храма, если он наблюдатель, он многое может понять. Какая обстановка в стране. Как только сесть у студентов. Молодежи в церкви хоть отбавляй. Почему? Задать экзамен. Он не учился, пробегал. А теперь бежит, чтобы... А как? Он не знает, как. Как у Гоголя написано. Играет в карты, чтобы выиграть. Карты под стол. И там их перекрестить надо, крестным знаменем. И все. Очко, что пойдет, будет 21.66. Что там за звуки такие? Молитва. Молитва. Молитва это связь с Богом. А когда Бог слышит или не слышит? Когда человек грешит. Я закрываю очи. Есть люди, за которых нельзя молиться. Не о том, говорят, чтобы молиться. И их грех к смерти, как пишет евангелист Иоанн. Слово молитва, это не просто пришел в храм и отстоял. Это связь с Богом. И сама по себе молитва, она ничего не меняет. Если обратной связи нету, то ничего и нету. Вот если бы знали, люди, что такое молитва, с детства знали. Не, когда нужда приспичит. То все было бы по-другому. По-другому были семьи. По-другому воспитание. По-другому соседи. Соседи, которые рядом с нами живут. И которые в государствах. Все было бы по-другому. А как это можно узнать? Да очень даже просто. Открыть Святую Библию и начать читать. Разводов. Если Крупская говорила, что 17% это национальная катастрофа. То сегодня почти на 100% заворачивает иногда. В отдельных местностях. А что 80% это норма. Притом в первые три года столько разводов. А дальше которых нет разводов, это второй, третий раз, которые женились. Или еще что-то. А причина-то в одном. Нет молитвы. Как-то патриарх Алексей Второй сказал, отучили молиться. И отучили трудиться. Без молитвы ни шагу. Никогда этого не было. К двери подойти, чтобы маленькие дети должны были три поклона положить. И там тяде или папа как благословите. Это уже просьба к родителям. Но начинается с молитвы. Вот мы печку затопляем. Я старше всех здесь. Даже никого нету. Только маленький ребенок. Я обязательно к нему обращаюсь. Благослови. Я помню, дедушка, бабушка немощная стала. А дед еще на ногах держался. Он идет корову доить. Чтобы корова его приняла, она не приняла. Он ее фуфайку надевает, к нам обращается. Благословите. Она такая корова была, неспокойная. Приходит, все нормально. Обращайтесь с женами. И написано как? Дабы не было препятствия в молитвах. Вот и все. Как? Слово за слово. Руки распустил. Я сильнее ее. А как молиться? Дабы не было препятствия в молитвах. Если что случилось к молитве. Утишился. Давай помолимся вместе. Возьми сейчас по населению всей России. 85% опрос показывает, что называют себя христианами. Да не просто христианами, а православными. А кто молится? Кто утром, чтобы встал и молился. Днем молился. Обязательно открыто за стол и за стола. Воды попить решил, обязательно перекрестился. Ну сколько процентов-то? Дело показывает, опрос тщательный был. Вот в университете, где вел занятия, 20 лет. И там Цепенникова Лидия Павловна, она проводила 5 лет опрос. 3000 студентов, 100 групп. Какой возраст показано было. И она где-то около 20 параметров выставила. По каким? Как верят, как себя ведут. И оказывается, из тех, кто крещеный, моченый. То есть на самом деле, 0,3%. Вот остановились. На 300 моченых в церкви только один что-то знает. Что-то. Она даже не ставила вопрос, как он Библию знает. Он считает иногда. Это не трагедия. Это трагедия, это когда жил, умер. Здесь ничего нету. Пустота. А от чего она? А сначала два слова, которые не заучили. Христос и Библия. Два слова. Почему-то начинатель протестантизма, Мартин Лютер, это знал. Его фразу можно запомнить. Она очень хорошая. В мире есть одна личность, Христос. И дальше. И одна книга, Библия. Есть в мире одна личность, тире, Христос. И одна книга, тире, Библия. Все. А все остальное только отсюда идет. Библия, библиотеки. Все библиотеки, все до одной книжки, брошюры. Нужно сравнить по Библии. А если не по Библии, они не нужны и вредны. Ты только должен понимать Библию, знать. Вы найдите сегодня архиерея, священника, который вышел бы и сказал, следите за мною, чтобы я все правильно говорил. Кирилл Урусалимский мог сказать это. Святой Кирилл Урусалимский. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Чтобы сказать эту фразу, в первую очередь, нужно быть уверенным, что ты знаешь Библию. И знать, что кому ты говоришь, они тоже знают. Они могут сравнить. А как сравнивать-то? Не верьте мне. Не верьте мне. Мы стоим в храме. Покровский собор города Барнаула. Он один был тогда храм. Ну а мы все время везде людям говорим. Война была с настоятелем. И он выходит, называет по имени. Это запрещено в церкви называть. Он не молился. У него 7 лет. К нам похожая женщина была. 7 лет за детьми ухаживала. Я, говорит, ни разу не видела, что он молился за стол. За 7 лет. Настоятель. Не настоятель. Он благочинный. Епископ это небо. Он фактически роль епископа исполнял в Алтайском крае. Как можно с детства-то не приучить? Молитвы-то. Вот посмотрите. Где-нибудь. Когда увидите мечеть. И молятся они. Это в интернете очень легко увидеть. Вот они сидят. Стоят ли. И в это время поклон. Все до одного. Весь. Вся мечеть набита до отказа. И при том есть мечети, где у них 5000 и больше людей. Это стадион настоящий. Как один. Одни мужчины. Ни одной женщины. Все до одного поклонились. Если рядом ребенок. Ребенок стоит. Он просто стоит. Ну маленький. Года 2-3. Мальчишка. Он стоит. За папину спину держится. Все до одного. В Москве исправляют. Они там у них что там. Праздник. Свой. Курбан-Байрам. Вышли. Сегодня говорят. Вышли на улицу у них. 1 миллион 200 тысяч. Мужчин и женщин. Мужчин. Ни одной женщины. Миллион 200 тысяч. Давайте миллион отбросим. 200 тысяч. Ну 200 тысяч нету. Давайте 200 оставим человек. У нас 200 человек даже собрать нельзя. И это собирается не один раз. А 5 раз в день. Называется намаз. Вот они намазываются там. И у нас это слово есть. Помазание Духом Святым. И оно сходное с нашим-то. И при том где? Во всем мире. И при том это 1300 лет. Мы за 1300 лет. 2000 человек мужчин. Ну не считая там когда. Какое-то совещание у архиереев. Где-то бывает там. Но и то не соберут они. И то меньше. Почему не ввели в обязательный порядок у христиан-то? Вот вопрос этот меня все время задевал. Как так? Христос все оставил. А этого не оставил. Почему Мухаммад Магомед это оставил? Пять раз. И при том те, которые православные и другие принимают мусульманство. А они учатся в один день. И даже он из плена вернулся домой. Показывает. В Афганистане воевал. Один приехал. И вот они себя за столом выпивку подают. А родной вернулся. Вова давай. Я не Вова. Мне имя другое сегодня. А какое имя? А он уже там назвался Мухаммад. Тоже у них часто так называют. Сидя за столом пить нельзя. Ну выпей ты маленько. Да у нас человек долго не был. Да просто встретились. Ну давай выпьем. Ну для чего там расслабиться. Языки развязать. И он не выпил ни грамма. Один приехал. Но он лет семь уже пробыл в плену. Там женился у него. Ребятишки. И он много с ними не разговаривает. Поднимается. Да ты чего только сели. Он говорит по часам. Мне нужно молиться. И показывает. Берет свой. Ну маленький как. Дастархан. Покрывало. И пошел. У них рядом холм. Он один. Они все глаза на него в удивлении открыли. Один. Ни одного нету мусульманина в этой местности. Ну не было. Никогда. И они глядят на него. Встал и молится. Головой. Лицом повернулся туда. Где Меха. Где Кааба. Так это же русский человек. Это он был с нами вместе. Все. Никогда он не будет здесь уже. Его жену не свалить вам. Вы не увидите, чтобы она не зашлялась. Говорила. Брат. Нигде не будет этого. Брат. Брат. Вот что значит молитва. Для чего мы становимся. Господи. Помолитесь об этом. Что с нами сделать. Молитва-то потеряна. Не выйти, наверное. Вот что мы молимся утрами. Это очень даже редко. Очень. А чтобы днем-то. Да еще. Ну они с дневной. С утренней молитвами считают. Пять раз совершать намаз. Так он разбойник головы режет. Это все правильно. Но он молится. У него так положено. Ему написано дальше, что делать. Но молитва остается молитвой. Если молитву взять у них. У них дай, дай почти нету. У них одно. Аллах сделал, значит так надо. Это мы привыкли называть отче наш. Отец небесный. У них этого нету. Они никогда не назовут Аллаха отец мой. Они знают. То есть у них как судьба. Он застрял в трясине. Показывает фильм. Как это называется? Гонка-то. А? Как-то на. Не знаю, не помню. Ну, что? Никто забыли тут. Ну, на коня гонялись. Он в трясину попал. Другой хочет вытащить. А он не надо. Ну, их в канат бросают. Да не надо. Раз Аллах допустил, я должен утонуть. А обреченность какая? У нас не так. Мы будем кричать, вопиять. Нам дана близость к Богу. Я все время думал. Ну, почему? С мусульманами беседую неоднократно. Со священниками. Ответа нет. Я заново и заново проверяю священное писание. И увидел, что у них это под давлением. Выпил человек, голову отрезал, на штакет повесил. Все. Сестра дома, если она изблудилась в дребезге, с ней ничего не могут сделать пять братьев. А он знает. У нее интервью берут 16 лет. Но если ваша сестра сейчас, айша, пойдет, зарежу. Но мать осталась одна. Вдова. Но она не вышла замуж, а к ней мужчина приходит. Мать родная. Он голову опустил, посидел. Зарежу. Вот и все. У нас ничего этого нет. Мы даже слова не скажем. Ну, нормально. Ей понравился парень. То другое. Свободу мы не понимаем. Бог дал свободу христианам. А у них все это из-под кинжала, из-под ножа. А Богу нужна свободная молитва. Петра становится, что Бог их не принимает. Я этого не говорю. Но корень здесь в свободе. По образу и подобию нашему сотворим человека. И на молитве мы должны сказать, мы пришли свободно. Нас никто не заставляет. Мне говорят, я в 23 года пришел к Богу. Какая-то у вас нужда была. Вы заболели? Нет, не заболел. Ну, наверное, где-то ничего не было. 23 года. Служил в морфлоте. Вернулся. Опять я плаваю на корабле. Здоровье 100%. Хоть космонавт-то иди. Ну, где работаю? Это сама работа, говорит. И что? Да я ничего. Просто говорю, что нужды-то не было. И деньги все есть. Душа искала Бога, и она нашла. Там я, сойдя на берег, стал спрашивать, где тут молятся люди. Пришел в православную церковь. Поп лежит пьяный. Пьяный? Какие-то две женщины рядом. Полная окурка. Пепельница. Вот и все. А можем у них увидеть, чтобы мула был пьяный? За 1300 лет никто и не подумал об этом даже. А можем, чтобы пьяный ехал, задавил прихожан. За счет и говорит, что попал. А у нас это прям публикуют. И почему? Молитвы нету. Молитва сдерживает. Где-то в Дубае самая большая у них, там, большая мечеть. Сколько сейчас, я не помню. Ну, где-то около 20 тысяч. Ну, как вот, когда единоборство без правил есть. Там такие стадионы собирают. Есть такие. Он зашел. Никого нет. А у вас что, приходят? Молитвы приходят. Сейчас через полтора часа будет у нас намаз. Так, а почему такой большой? Ну, людей много. Так что, столько людей будет? Он говорит, ну, вы не уходите далеко. По магазинам походите, потом придите. Ну, только разуться надо будет. Он пришел. Смотрит один за другим. Подъезжают машины. Заходят. Все до одного разулись. Все. Под стены забиты. Это нам не сделать никогда. Хотя бы тысячи лет еще было здесь. Это с детства приучайте своих детей к молитве. Без молитвы ни шагу, никуда. Вот идти в школу, ребенок поворачивается к родителям. Там, тя, папа, благослови. Вернулся, три поклона положил. Детей даже к этому надо приучать. А во многих ли семьях делается? Да вы по пальцам можете пересчитать, где это делается. Притом, это ни раз, ни два, ежедневно. Так у нас так не принято. А ты введи правила. И ты будешь начатком, Павел говорит, для своей местности. Я начальник детского лагеря, был 45 лет. Правила были введены. Правила. Если купаться, три поклона ждут старшего. Все три поклона сделают. Пришли на пирс. Все, купаться сейчас будут. С ними старший. К нему дети обращаются. Благословите. Поклон сделали. Бог благословит. Я как-то повел детей купаться. И три поклона не сделал. Дети остановились, кричат. А мы не помолились. А они меня уже дернули. Ну, я редко их вожу. Другие воспитатели водят. Как быстро в ребенке это остается. Почему Лев Николаевич Толстой говорил, все, что во мне есть, а это уже 80 с лишним лет ему. Он говорит, я половину этого получил до 4-х летнего возраста. А сегодня как? Лишь бы шоколадками рот забить, как восточная мудрость говорит, до ушей халвы в рот. Мы становимся сейчас на молитву. И главное препятствие в молитве это нерасположенность кого-то, кому-то или обратная такая же связь. Положи жертву. Жертвой называется молитва. Жертва. И пойди прежде примирись. А так как разводов всего это много где, есть в чем умереться. Если бы сегодня милиция и все молились, но разве такое безобразие было бы? Судьи оборотни. Это центральная пресса пишет. Милиция, полиция оборотни. Оборотни. Пытают. Не так что-то сделали. Майор выбросил в окно человека. Выбросил, он мертвый лежит и никто не знает, увидели. Ну по окну определили, из какого окна выбросили. Бабушка вышла с внучкой. В песочнице она сидит. Еще не знает, вдруг внучка упала. Оказывается там на 10 этаже пьянка. Бутылку выбросили в окно. И она прямо в висок и сразу убила. По сегодняшний день никого не нашли. Я просто к примеру говорю, если бы в этой комнате молились, по-нашему не намаз, а молитва. Слово Божие открываешь, перекрестись. Мы православные, сила крестного знамения. Что бы ни было, где бы ни было, без молитвы ни начала, ни конца. Начинаем молиться. Сегодня суббота. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешную, я не кори же благое сотворить пред Тобою, но избави меня от лукавого. И да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесную, Утешителю души истинные, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистины от всяких скверно, и спаси блаже души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пьемте сильной. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Отодрая сна, возбив меня, если Господь умный, просвети сердце, уснема и отверзи. Во ежепетите, святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и каегожда деяния обнажаться, но страхом зовем полуночи. Свят, 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 святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, Кому герой Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня ленивого и грешного, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал, если я обычно, и в нечаянии лежащего воздвиг в меня, если, во ежевутриняти, словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесием Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечнее, воспевайте все святое имя Твоя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся Христу Цареве и Богу нашему, приидите поклонимся и припадем к самому Господу. Аминь. Псалом четвертый Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для Себя Святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? И вином светлеца Твоего, Господи, Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внимли глаз вопли моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано перестану перед Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечтивые, не прибудут перед очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему, страхи Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих уравняй передо мной путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердца их пагуба, гортани их, открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, допадут они от замыслов своих, помножи, что не чести их, отверни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в огневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо смерти нет памятования Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханием моими, каждую ночь омывая ложи мою, слезами моими омочая постель мою. Иссохло от печали око мою, обвешало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плачи моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постажены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постадятся мгновенно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь Аминь Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебе, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многие щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не выйдет смерти вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшийся, то верую спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня Но эта вера да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника славы Твое вечное, и да не похитит меня сатана, и не похвалится Слово Что торт меня от Твоих рук и ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее Погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери Моей Спаду меня, Господи, возлюбить Тебя, теперь та же, как возбилка от Своей тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, в последней жизни, ныне и всегда, в веки веков Аминь Аминь Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое Не дай возможности злому демону Подчинить меня себе и преобладанию этого смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения Особенно же, Ангел Божий Хранитель и покровитель беду на шее тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не прогибать Бога никаким грехом И молись за меня, Господу Чтобы Он утвердил в меня страхи Своем И сделал меня рабом достойной Своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми и всесильными молитвами Отгони от меня смиренного, несчастного раба Твоего Уныние, забвение, неразумие, нерадение Удали все скверные, лукавые И хульные помыслы заканное сердце И помраченного ума моего И погаси плави моих страстей Ибо я убогу и несчастен Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И пречистое имя Твое славится Во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас, святые угодники Божьи Игнатия, Владимир, Никита, Надежда Ибо мы усердно к Вам прибегаем Скорым помощником, молитвенником о душах наших Богородица, Дева, радуйся Обрадана Мария, Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод чрева Твоего Як родилась и Христа спаса Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Чеснага, Животворящего Креста Господня Не остави нас грешных уповающих на Тя Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояния Твое Победа на сопротивные дары И Твое сохраняя Крестом Твоим жительством Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Родителей, сродников, благодетелей Митрополита Илариона, Епископа Ифтихи Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Владима Зосима, Олипия, Андрея, Владимира, Максима, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа, Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилья, Александра, Диадора И весь священнический и иноческий чин И высшие истинные служители Миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам И нам, дающийся священникам, если угодно тебе Смири власти воинств твоих Наведи страх твой на них И через них сотвори благое Церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра Ардогена, Амана Дабы знали они, что над ними есть Ты, Царствующих и Господь, Господствующих Слава Тебе, Господь, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил И разум сохранил Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров и нечистой силы Живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафимова Алексея, Иосифа, Романа Пошли добрые жители, знающие тебя, любящие уставы твои, сохрани школу Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитовичу, Адаих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектина Расширь пределы общих наших, найди новые души Возри на врагов И злые замыслы их ты сам разрушишь Открой их глаза И судный день не помяни их безумия И нас помилуй, милости твои ради, защити и помилуй Воздай добром благодетелям нашим Елена, Евгений, Евгений, Наталья, Максимов Владимиров Посети болящих Пашим исцеление, дай крепости сил Перенести страдания Сергея, Сергея, Сергея Алексея, Алексея и Акима Александру, Александру Анну, Мария Тамару, Игоря, Акелину, Александру Нианилу, Нианилу Благодарю тебя за здоровье и за болезни За друзей и за врагов Ибо все свое время окажется на пользу Слава тебе, Боже наш, слава тебе Путешествующих Раису, Льва, Владиславе Отступников Николая, Михаила Всех найди, обрати, не дай им погибнуть в ожесточении сердца Это наше сокровище, сайт и форум Все, что здесь есть Для пользы многих людей сохрани Трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гаврилова Сергея и Василия, болящих Елина, Александра, помила Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея Александра, Владимира, Игоря И найди все наше родство Евдокия, Валентина, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену Марию, Татьяну Аллилуйя И место сие сохрани, защити, дабы чуждо не могли и приблизиться к Нему Дай нам жажды исследовать Священное Писание Аллилуйя Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братья наших И же с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечную Отошедшая от жизни всей Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы Родителей, сродников и всех православных христиан И сотвори вечную память Вечный покой Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы Господи, Господи Слава Тебе Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче Свят, свят, свят Господь Саваоф Вся земля полна славы Его, Аллилуйя Слава Вышнюю Богу На земле мир, в человеках благоволения, Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи Божий мой За день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Аллилуйя Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешнем Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты хранил Избавлял от видимых и невидимых опасностей Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою по мытарствам, ведея навеки вечное Царство Христа Бога нашего, Аллилуйя Ян Креститель, Претеща Христова, моли Бога о нас Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным Никогда не роптать, никому не завидовать И каждому дару и жилье Сергею Гавриилу Святитель Христов Николан, великийский чудотворец Образ крутости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас Аллилуйя Молите Бога о нас, святые пророки Божии Пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Но и Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Изыки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отреки, Пророк, Михей, Авраам и Саакьяхов Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою Дабы день прихода Твоего нашего Отшествия не заставлась с неготовым Но чтобы выше навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры И сосудами полными Илея добрых дел Соделанных в Духе Святом с любовью Аллилуйя Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы Все небесные силы престолу Божию предстоящие Святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн Дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о Тебе Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космайя, Дамьян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимний, Комедийский Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников Царь Николай, Святое Царское Семейство Владимир, Вениамин и Осип Борис и Глеб Молите Бога о нас Дабы никто не принял начертания зверя Анфиму, Вениамину дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуз Апанасий Великий, Ефрем Сирин Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Почаевский, Сергий Радонинский, Стефан Пермский, Серапим Саровский Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский Кирилл и Мефодий, Индокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет И все переводчики Священного Писания Молите Бога о нас Аллилуйя Молите Бога о нас, святые жены и девы Феклы первомущенцев Атина Самарянина Феврония Вера, Надежда, Любой, Матерь Софье Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепетой Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина, Мария Египетская Прискила, Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина Да дарует Господь послушание и молчание Соломудрия и стыдливость женам и девам И сохрани их от всяческого поругания Аллилуйя Исправь непокоримость Галины, Семейства и Евгении Надежды, 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 Светлана, Марии, Раисы, Ларисы, Марии, Юлии, Елены, Людмилы Галены и Анны И прими нашу молитву возъяне рук Как жертву вечернего благоухания Приятной перед престолом благодати Твоей И соедини молитву нашу с молитвами всех святых Молящихся о нас Во благо нам Услыши и исполни молитву нашу О всех заповедавших нам Молиться о них Спаси их И помилуй Аллилуйя Говори, Господи, Владыка Слушает и дослышит Раб Твой Доброе утро всем Доброго утра Так Быстренько устанавливать Мы сейчас будем Озвучивать Материалы